Пельмени на Николу зимнего, ты отредай спасу, песни твой пляши. В фестивале мы готовили с неделю, 7-10 дней. Пельмени лепили полностью своей семьей. Налепили 50-80 килограмм. Всего получилось несколько тысяч пельменей и вареников. Жанна – фермер из деревни Медяк Сосновского района. Кроме пельменей привезла мясо и колбасы. Есть даже хамон собственного производства. Килограмм стоит 2000 рублей. Хамон готовится около года в определенных условиях. Там определенная нужна температура, погреба, выдержанные. В парке Гагарина провели традиционный фестиваль пельменей на Николу зимнего. Десятки компаний и фермеров привезли деликатесы. Из-за карантинных ограничений палатки расставили на расстоянии социальной дистанции, а дегустацию запретили. Гостям мероприятия пришлось ограничиться чаем из самого большого самовара России. Этот самовар – 415 литров. Для того, чтобы разогреть воду, нужно два часа топить на дровах. Он дровяной. Можно этим самоваром напоить более 2000 человек. Из-за коронавируса в этом году отменили все фестивали. Поэтому некоторые ремесленники приехали в парк Гагарина. Например, участники Бажовского фестиваля. Гончары из Златоуста привезли кружки и чайники. Чтобы из глины сделать такую посуду, уходит около месяца. Получается, после 900-градусного обжига выходит вот такого цвета изделия из печи. После этого вымачиваются в молоке, в натуральном, в коровьем. И обжигаются еще при 600 градусах. Южноуральский фестиваль занял второе место в рейтинге лучших гастрономических событий России по версии аналитического агентства Турстат. Челябинск уступил в кулинарном соревновании лишь Ижевску. Дмитрий Бачко, Виктор Щелков, 31 канал.